А кто такие бриксики? Большой-большой секрет. Экватор приемной компании. Помоги нам выбрать логотип телеканала. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Елизаветы Никитина. Визит делегации Казанского федерального университета в Киргизии продолжается. Накануне представители вуза во главе с исполняющим обязанности ректора Дмитрием Таюрским посетили ряд объектов вооруженных сил России. Помимо этого состоялась встреча с исполняющим обязанности начальника авиабазы Кант Александром Куксой и директором школ Надежды Турчаниновой. Ряды брикс возможны, а скоро пополнят еще три крупные государства. Что это будут за страны и ждать ли изменений на мировой арене – в сюжете Карины Саяховой. Средства массовой информации заполонили интернет сообщениями о возможно присоединении к БРИКС еще трех стран – Саудовской Аравии, Турции и Египта. По словам президента Международного форума этого объединения Пурнимы Анант, указанные страны уже находятся в процессе вступления. Именно поэтому присоединение их, а также Ирана и Аргентины, подавших заявки в конце июня, возможно в скором времени, в том числе и на следующем саммите группы в 2023 году. БРИКС – это, безусловно, сильнейшее объединение лидирующих стран на мировой арене. Именно поэтому сейчас наблюдается реальное проявление силы организации, в связи с чем есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка. Например, в вопросах обмена ресурсами, разработки торговых, финансовых и авиационных маршрутов. В настоящее время БРИКС представляет собой очень комфортную площадку для установления сотрудничества между странами и регионами из различных частей мира. И в этом смысле, конечно, такие страны, как Саудовская Аравия и ряд других стран, они действительно стремятся закрепить свою позицию на мировой арене. И их позиция по вступлению в БРИКС в данном случае абсолютно понятна и логична. Стоит отметить, что Турция, Египет и Саудовская Аравия – потенциально перспективные кандидатуры. Один из ключевых критериев для присоединения – это лидерство развивающейся страны-кандидата в своем регионе и в своей региональной интеграционной группе. Поскольку один из трендов развития БРИКС – это усиление сотрудничества с региональными институтами развития. С приходом новых членов БРИКС усилится прежде всего его экономическое влияние. По данным Всемирного банка, ВВП Турции в 2021 году составил 815 миллиардов долларов, Саудовская Аравия – 833 миллиарда долларов и Египта – 404 миллиарда долларов. С присоединением всех этих стран к БРИКС – общее ВВП объединение превысит 27 триллионов долларов. А как же изменится политическая ситуация в стране? Эти страны обладают сегодня очень существенным и экономическим, и политическим потенциалом. И, безусловно, тот вектор развития, который они выбирают, он очень существенно влияет на развитие и региональных, и международных отношений. Эти страны намерены сотрудничать с Россией активно. Ну, а это, в свою очередь, означает, что мы имеем вот как раз тот новый баланс отношений, о котором, собственно говоря, мы рассуждаем. По словам президента Международного форума Пурнимы-Анан, вступление вышеописанных стран в БРИКС не должно занять много времени. А решение о вступлении некоторых государств может быть принято уже на следующем сэммите БРИКС. Приемная кампания Казанского федерального университета не спит. О том, как будут проходить вступительные испытания, узнавала Алина Красильникова. 15 июля в Казанском федеральном университете завершится прием документов от поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, а также испытаний творческой направленности на такие направления, как дизайн и журналистика. В этом году для зачисления на бюджетные места абитуриентам необходимо предоставить оригиналы документа об образовании до окончания срока приема. То же самое касается и согласия на зачисление. На сегодняшний день подано более 100 тысяч заявлений в ВУЗ. В целом более 20 тысяч абитуриентов уже воспользовались нашим личным кабинетом для подачи документов, суперсервисом для подачи документов. Через суперсервис подано более 44 тысяч заявлений. То есть это большое, довольно-таки количество, это практически половина от всех поданных заявлений. Мы видим, что этот трек хорошо был популяризирован среди выпускников школ и он удобен для выпускников этого года. Вступительные испытания проводятся как в онлайн, так и в вочном формате. Но, как показывает статистика, чаще всего студенты выбирают первый вариант сдачи. Это не значит, что онлайн-формат дает послабление для прохождения вступительных испытаний. Платформа Казанского федерального университета предполагает сдачу экзаменов с применением прокторинга. Это умная система, которая самостоятельно отслеживает движения глаз, головы и рук человека и заносит все нарушения в систему. Там уже процедура контроля переходит в руки комиссии. Именно она принимает решение, легитимно ли были выданы замечания системы. Далее уже отклоняет или принимает результат по прохождению вступительных испытаний. С нашей стороны мы постарались исключить абсолютно все какие-то моменты, острые, об которые могли бы споткнуться абитуриенты, поступающие, подающие документы. Но, тем не менее, ошибки присутствуют. Массовая ошибка в том, что абитуриент не читает информацию, которую ему предоставлено. Например, допустим, есть такие комичные ситуации, что абитуриент подписывает заявление о приеме и тут же видит кнопку «Подписать», но не читает то, что это подпись заявления об отзыве заявления о приеме. И, по сути, за одну минуту он и подает, и забирает документы одновременно. Остался один день для того, чтобы подать заявление на те направления, где предполагается прохождение вступительных испытаний. Это можно сделать через социально-образовательную сеть Казанского федерального университета «Буду студентом». Лично посетив приемную комиссию Казанского федерального университета по адресу улица Кремлевская, дом 35. Она работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера. Также документы принимаются через суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн». Алина Красильникова, Фаридзе Хитуглы, Универньюз. Первый в России студенческий телеканал ожидает ребрендинг. Все подробности смотрите в следующем сюжете. «Универ ТВ» Но пришло время двигаться дальше. Спустя столько лет команда решилась на запуск ребрендинга. Когда я начала заниматься соцсетями, я поняла, что он не совсем подходит для этих целей. Потому что если размещать его в горизонтальном формате, как он у нас на телеканале, в аватарке буквы не читаются. Соответственно, произошли небольшие изменения. И я подготовила такой промежуточный вариант, где буквы располагались в две строчки и в тех же цветах. Выбор логотипа произойдет посредством голосования. В соцсетях телеканала уже опубликованы варианты нового логотипа. Голосование завершится уже в следующую среду. Подписчики сообщества, помимо всего прочего, смогут стать участниками розыгрыша. В 16.00 по московскому времени, используя генератор случайных чисел, мы выберем победителя, который получит специальный приз от телеканала. Можно проголосовать, можно не просто проголосовать, а выиграть еще и штатив. Для этого нужно будет оставить в комментариях под записью порядковый номер свой. И мы хотим узнать и мнение нашей аудитории. Оно для нас всегда важно, оно у нас первостепенно. И в соответствии с этим мнением уже адаптировать логотип нашего телеканала. На данный момент лидирует вариант, приближенный к стилям хай-тек и модерн. Однако в ближайшее время все может измениться. Выбранный логотип планируется использовать не только для изменения основы оформления телеканала, но и для создания сувенирной продукции. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз. 14 июля в Высшей школе Государственного и Муниципального управления Казанского федерального университета прошло открытие первого модуля «Современные вызовы в госуправлении», специальной образовательной программы для кадрового резерва президента Республики Тазарстан 2022 года, мастерство управления, современные тренды и вызовы. В рамках реализации модуля резервисты познакомились с инвестиционными стратегиями ведущих регионов, получили практические навыки работы с инструментами управления, проектами и ответ на вопрос, как стать эффективным руководителем. Сервис «Суперджоп» опубликовал рейтинг лучших в российских экономических вузов. Список составлялся, исходя из уровня зарплат выпускников последних пяти лет. В десятку лучших вошел Казанский федеральный университет. В среднем вчерашние выпускники КФУ зарабатывают около 97 тысяч рублей в месяц. При этом показатель за минувший год увеличился на 12 тысяч рублей. Командир 1-го отряда снежного десанта Валерий Соловьев посетил Музей истории Казанского федерального университета. В эксклюзивном интервью он рассказал о своих студенческих годах. Полную версию беседы в ближайшее время можно будет найти на сайте Музея истории КФУ. Казанский федеральный университет продолжает ремонтные работы в общежитиях студенческого городка. Реконструкция проходит в общежитии номер 10 на улице Академика Губкина 11. Планируется сделать капитальный ремонт мест общего пользования – туалетов, кухонь, коридоров и входных дверей. Также в общежитии номер 3 на улице Акадели Кутуя 2 идет замена стояков горячего и холодного доснабжения. И всего сантехнического оборудования. Закончить ремонтные работы планируют до начала учебного года. Работы действительно запланированы большие. Сумма ремонта я уже, наверное, сказал – 25 миллионов рублей. Две недели назад действительно сюда зашли строители. Сейчас ведутся демонтажные работы мест общего пользования. Одно крыло у нас уже полностью демонтировано. И начались подготовительные работы по выкладке плитки у нас уже осуществлены. И начинается выкладка плитки на стены и на полы мест общего пользования. От 30-ти градусной жары до обильных ливней и обратно. О природных качелях поговорим с экспертом Казанского федерального университета. Такая смена характера погоды связана с тем, что сменилась циркуляция, характер циркуляции. Говоря о смене барических образований, важно отметить, что они также имеют недолгое время, которое они оказывают на нашу территорию. И буквально уже к выходным и к началу следующей недели данный циклон уйдет за Уральские горы. А погода нашей территории будет определять, опять же, поле высокого давления. И погода наладится, придет в ту норму, к какому мы привыкли лету – к стандартной летней погоде. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!